всем привет друзья интересную статью нашел для вас друзья и для себя также все страдают от пчелоужаления и спрашивают ну как избавиться как удалить боль ну вот один человек тут описал интересную статью я думаю вам понравится такая статья средства против боли и опухоли при ужалениях говорят что человек постепенно привыкает пчелиным ужалениям из года в год я ожидал когда же мой организм выработает иммунитет против пчелиного яда я подвергался частым ужалениям но результаты оставались прежними ужаленные места сильно опухали причем опухоль держалась довольно долго вдвое и более суток двое и более суток пасека на которой я работа расположена в самом городе москве во дворе завода каучук на работу приходится ездить на трамвае и когда в него заходишь с распухшим лицом чувствуешь себя не совсем хорошо я обращался к врачам за помощью совет следовал один прекратите работу с пчелами прошлом году я совершенно случайно нашел средства против опухоли однажды работая на пасеке я почувствовал сердечные перебои прям принимая валидол тут же получил ужаление пчелиной пчелой в бров и машинально сам не зная почему помазал им ужаленное место боль пропала тогда я вторично смазал это место валидолом оказалось что не только исчезла боль но и не последовало никакой опухоли к вечеру того же дня я приложил пчелу к щеке ужаленное место хорошо смазал валидолом эффект был тот же работница нб также сильно страдала от пчелиных ужалений когда я когда натерла валидолом ужаленные места у нее тоже не было никаких никакой опухоли действие валидола я проверил и в этом году я посадил по 3 пчелы на правую левую руку ужаленные места на левой руке смазал валидолом а на правой нет левая рука не опухла а правая опухла так как и в предыдущие годы на основании многочисленных наблюдений я пришел к выводу что валидол нейтрализует пчелиный яд и является хорошим средством против опухоли при пчелиных ужалениях и так пишет тут начальник цеха озеленения московского завода каучук станиславский 1960 год номер 8 журнал пчеловодства я друзья думаю вам понравится такая статейка потому что пчеловоды также страдают от этого это весьма интересная статейка и пожалуйста смотрите ставьте лайки подписывайтесь и задавайте вопросы хочу еще вам прочитать интересную статейку называется она небольшая коротенько опилки помогают при возникновении напада пчел я первым делом устанавливаю какая семья ворует обнаружив воровку насыпаю ей в улей прямо поверх рамок около 200 граммов сухих древесных опилок затем закрываю гнездо холстиком надеваю крышку а в леток пускают дым после такой операции пчелы усиленно занимаются работой по чистке гнезда и прекращают летать чужие семьи у пострадавшей семьи проверяю нет ли щели сокращаю ли тогда прохода одной-двух пчел и защищая улей от солнца а на прилетную доску кладу там под смоченный креолином посыпание опилками продолжают два-три дня главным образом по утрам до начала интенсивного лета ну я еще вторую статью здесь почитаю что делать с той семьей на которую нападают вот и это та семья которая нападает которая отпускает воров она занимается своим делом вот а то семьяк на которую нападают то и тут и предлагается еще небольшая статейка литковая веранда называется для борьбы с воровством применяю своеобразную веранду которая просто устроена и позволяет пчелам хорошо защищать вход в свой улей это приспособление состоит из трех плоских деревянных клиньев и стекла шириной 10 сантиметров и длиной 30-35 сантиметров клиния устанавливаю на прилетной доске перед литком так чтобы с обеих сторон оставался проход для двух пчел поверх линия вкладу стекло пчелы воровки не замечая стекла стремительно бросается прямо к литку но встретил препятствие некоторое время бьются стекло затем улетает те из них которые хотят проникнуть через веранду встречает сильное сопротивление со стороны хозяев и тоже не могут проникнуть в улей так я ликвидирую напад я считаю что это весьма интересная вещь тут зарисовочка есть схема небольшая сейчас я вам покажу и расскажу чтобы вы поняли так сейчас мы посмотрим как она тут сработает и так друзья вот пожалуйста смотрите вот это брусочек лежит такой кликли на видны на прилетной доске и вот это за штрихованный брусочек и это за штрихованы это вот стекло сверху положено здесь подписано это что-то деревянные брусочки это она положена рядом кулику тут можно представить спереди стоит где деревянные брусочки написано леток пчелы выходят через вот это вот леток сюда и через сюда вот это вот по одной пчели сюда и сюда как говорится также они могут это впритык приложена к этому самому вот этот брусочек впритык стенки улика и это к стенке вот этот леток остался вот здесь вот здесь пчелы сторожат сюда они выходят и сюда воровки когда летят они бьются сверху об это стекло вот здесь вот бьются сверху потому что они не могут пройти или пытаются зайти снизу вот здесь вот снизу пытаются зайти но у них не получается зайти снизу потому что там всего а проход на одну пчелу и здесь на одну и тут все пчелы сидят весьма оригинальный способ советую вам взять на вооружение легко положить на прилетную доску и использовать итак друзья читаем следующую статейку следующая статейка тоже интересно это статейка медоносном растении кафедра растеневодства башкирского сельхозяйственного института культура называется шалфей мутовчаты постарался я ее сократить чтоб поменьше и покажу приблизительно если у разумеете что здесь нарисовано вот шалфей мутовчаты прекрасно многолетняя засухоустойчивое медоносное растение обратите внимание засухоустойчивое то есть будет расти при засухе и мед выделять 60 сантиметров высотой с ползущим корневищем стебли прямо стоячие в нижней части ветвистые цветы дикорастущего шалфея собраны густые 20 цветковые мутовки при посеве широкорядным способом на удобренных участках мутовки развивается до 35 40 цветков венчик цветка фиолетово-синий всходы шалфея мутовчатого в дикорастущих заростях появляется ранее весной от осыпавшихся семян и растения зимуют в виде розетки из которых на следующий год развиваются цветущие стебли помимо семян он размножается и вегетативно корневищами которые сосредоточены в поверхности слоя почвы естественное место обитания шалфея черноземная полоса он растет по известковым и глинистым склонам весьма интересно эти участки как правило не используются в культуре известковые глинистые склоны по межам то есть где около дорог часто большим количеством встречается на залежах и иногда посевах там где не ведется борьбы с сорняками по данным с марагадовой под москвой 1052 году дикие растения выделяли сахара в нектаре переводе на 1 гектар до 300 килограмм ну это весьма хорошо по исследованиям асташенко кудрявцевой содержание сахара в нектаре определяют определено в среднем в 65 процентов при колебании от 50 до 40 от 50 до 80 процентов то есть сахаристость бывает разная ну это не очень хорошая сахаристость если представьте себе 80 процентов это очень хорошая ну от 50 от 40 до 80 это прекрасная сахаристость пчелы очень хорошо посещают шалфей с раннего утра до позднего вечера то есть работоспособность пчел на шалфей очень хорош они любят его цветоносность растений шалфея при пересеве своими семенами ежегодно увеличивалась через десять лет культуры увеличилась высота растений количество цветков мутовках с двойна с 18 20 возросло до 35 40 это если вы в природе дикорастущий а если вы его сажаете на участке на своем он может повысить нектарность плантация шалфея может держаться на одном месте до 8 лет без значительного изреживания нужно отметить что при этом идет самовозобновление плантации растениями выросшими и засыпавшихся семян при закладке плантации шалфея почву под посев следует удобрить навозом если есть возможность фосфорно калийными удобрениями по 45 килограмм для начала на 1 гектар сеять наиболее целесообразно шекорядным способом между рядами 45 сантиметра и норма высева 3 килограмма на гектар сроки одинаковые с посевом ранних яровых культур из глубокой заделкой семян полтора два сантиметра после посева необходимо прокатывание кольчатым или гладким катком шалфея культуре цветет с начала июля это тоже весьма хорошая вещь в начале июля в течение 33 36 дней ну это хорошо при практически весь июль семена созревают постепенно а стебли отмирает во вторую декату агуста если плантация предполагается собрать семян не нужно ждать полной спелости семена у шалфея как и всех хубоцветных очень легко осыпаются их лучше всего убрать в прозелень оставив дозревать в волках а после просушки подобрать и обмолотить наши наблюдения показали что при оккультуре недикорастущего шалфея увеличивается ветвистость и количество цветков на его стеблях через четыре года возделывание шалфея своими семенами цветоносность плантации увеличивается в 3-4 раза и достигает 390 420 миллионов цветков на гектар посещаемость шалфея пчелами была очень хорошая по принятой методике срочных учетов на 100 квадратных метров в 11 12 часов 15 18 июня в среднем за три дня наблюдений мы насчитали 320 пчел на фацелии в это же время было 360 практически сравнимо с посещаемостью фацелии итак друзья если вам понравилась эта информация ставьте лайки подписывайтесь ждем ваших комментариев и вопросов до встречи до следующего видео и и и